В нашем закредитованном обществе иногда бывает, я рекомендую наследникам отказаться от наследства. Во что вашему близкому человеку, который станет наследником, обойдется выплата вашего кредита, по которому вы изначально несли обязательства? Нельзя получить долгов больше, чем стоимость имущества, перешедшего по наследству. Ипотека всегда лучше, чтобы была застрахована. Страховка покрывает ипотеку, и квартира достается наследникам без дополнительных трат. И твои дети вдруг почему-то должны будут отвечать за долги твоего работодателя. Рекомендуется, даже если вы понимаете, что вы расходитесь, произвести раздел имущества именно брачным договором. Это дешевле, чем потом после развода идти в суд. Вам не нужно меня на свою сторону перевести, я уже на вашей стороне. Всем привет, дорогие мои, меня зовут Ольга Чебыкина. Напротив меня сидит прекрасный эксперт канала «Женщины» Светлана Корабель, юрист и советник по наследственному планированию. Света, дорогая, привет. Привет. Не могу не сделать тебе комплимент. Потрясающее платье, классный образ. И несмотря на то, что мы про строгие деловые вещи, все равно остаемся женщинами и тоже эту ниточку протягиваем. Мне кажется, это важно. Можете смело в комментариях обсуждать и наши наряды в том числе. Но, конечно, не упускайте суть, потому что ты тоже придерживаешься этой же концепции единства формы и содержания. И такого сферического развития. То есть сексуальная, красивая, проявленная женщина это не отменяет в тебе классного профессионала, конечно. У нас сегодня выпуск «Вопрос-ответ». Мы в нашем телеграм-канале собирали для тебя вопросы. Поэтому, если вы на телеграм не подписаны, обязательно сделайте это. Можно перейти по ссылке в описании. Также по QR-коду вы можете подписаться на наш телеграм. Там и подарки, и какие-то чек-листы, видео-уроки открытые. Публикуем результаты розыгрышей. И, естественно, анонсы наших грандиозных выпусков. Начать хочу с суперактуальной темы. Это тема абсолютно жизненная. Все, кто получал какое-нибудь наследство, знают, что, во-первых, не сразу вступает в силу, только через 6 месяцев. И знать, что наследуется, если вот очень грубо, я по-дилетантски скажу, но наследуются не только бонусы имущества, деньги, недвижимость, но и долги и все прочие обязательства умершего человека. У нас есть концепция в российском законодательстве единственное наследование. То есть наследуем активы, наследуем пассивы. И в нашем закредитованном обществе иногда бывает на консультациях я рекомендую наследникам отказаться от наследства, потому что надо очень четко считать. Есть ограничения. Конечно, нельзя получить долгов больше, чем стоимость имущества, перешедшего по наследству. Поэтому смотрим важность имущества. Например, если в наследство попадает квартира, и у тебя есть уже в ней доля, и, например, половина в наследстве, то даже если долги огромные какие-то есть, ты все равно эту половину квартиры вынужден принять. Нужно просто для себя понимать, что половина тебе достается не бесплатно, ты как будто бы ее выкупаешь у потенциальных кредиторов. Вообще еще есть такое понятие, как банкротство наследствия массы, банкротство умершего должника. Тут есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Я всегда говорю о том, что давайте подумаем об этом при жизни. Некоторые моменты можно снять страхованием. Например, ипотека всегда лучше, чтобы была застрахована. Потому что у меня были случаи, когда ипотека была не застрахована, и наследники квартиру выкупали у банка. Страховка покрывает ипотеку, и квартира достается наследникам без дополнительных трат. То есть застраховать свою жизнь должен сам наследодатель, владелец ипотеки. То есть часто люди, когда берут ипотеку к страховке, относятся как к обязательным тратам. Да, обременительным. Обременительным. И, может быть, не хотят это делать, где-то ищут варианты без страховки. Но надо понимать, что для ваших близких это может быть элементом той же заботы. Потому что страховка облегчит вашим близким жизнь. Сейчас, к сожалению, время, когда люди болеют. Болеют очень часто неожиданно и болеют летально. Я как юрист, который сталкивается постоянно с этим, я работаю с негативными ситуациями. Но я всегда вижу, как этой негативной ситуации можно было бы избежать, если бы об этом подумали до. И как подстелить соломки, это вот как раз про этот случай. Очень много вопросов по наследованию долгов возникает у самих кредиторов, даже чаще всего. Не у наследников, они ограничены той суммой, на которую получили имущество. А как быть кредитором? И вот здесь они должны проявить у себя очень активно. Они должны заявиться к наследникам, либо там начать банкротить эту наследственную массу. Потому что если они вовремя где-то не заявятся, они могут пропустить сроки исковой давности. У них может не быть оригинала расписки, и, соответственно, там наследники вообще не будут им ничего возмещать. Поэтому вопрос долгов в наследстве – это вопрос, который нужно продумывать и нужно считать. Класс. То есть, получается, если вы являетесь кредитором, вы дали деньги кому-то в долг. Да. Если этот человек умрет, такое может быть. Что случится, сможете ли вы обратно взыскать и так далее? Об этом нужно подумать. Об этом нужно подумать, когда даешь в долг. Почему финансовые институты, типа банков, каких-то кредитных организаций, они часто обеспечивают эти займы еще чем-нибудь поручительством, залогом? Потому что может случиться такая ситуация, что вы, как кредитор, дали деньги вполне платежеспособному человеку. С большими активами. Он бы, может быть, вам и вернул. Но вот с ним что-то случилось, а его наследник в банкротстве. Активы перейдут в его банкротство. Останется ли там что-то для вас, вы там будете наряду с кредиторами этого наследника. И это ситуация, которая требует в данном случае уже планирования не столько с точки зрения даже наследодателя, сколько кредиторам об этом тоже стоит подумать. Ты упомянула так буквально вскользь, что вот в нашем закредитованном обществе. Расскажи, пожалуйста, вот про это. Вот твой взгляд и профессионала, и присовыкупим к этому жизненный опыт наблюдательный. То есть, стали ли люди меньше брать кредиты в наше неопределенное время? Или наоборот, жить стало тяжелее, денег меньше, и люди еще больше закредитованы? Вот как твое ощущение общее? Мне кажется, люди стали больше брать кредитов, но у нас появился вполне вот уже отработанный механизм освобождения, там банкротства физических лиц. В какой-то момент человек может освободиться, он больше, может быть, не сможет брать кредиты, но от времени, которое он уже набрал, у него есть механизм освобождения. Но иногда, вот если мы опять же про наше наследство, эти долги могут возникнуть даже не от твоих действий. В наследственных делах может оказаться такая ситуация, что наследники будут привлечены к субсидиарной ответственности по долгам наследодателя. Например, его бизнес. Мы в выпусках предыдущих говорили о том, что иногда бизнес может скатиться в банкротство за то время, пока у него нет управления. В рамках этого банкротства может оказаться такая ситуация, что есть основания для привлечения к субсидиарной ответственности. И есть случаи, когда наследников привлекают к субсидиарной ответственности за те дела, которые делал их отец в рамках своего бизнеса. И ты в моменте никогда этого не оценишь, не поймёшь. А, кстати, вот суперактуальная тема сейчас, ну, это вот с блогерами, с создателями марафонов. Это просто то, что в повестке, и то, что будет понятно широкой аудитории. Большая часть населения за этим следит, даже не работая в этой сфере. Если бизнес ведётся не совсем легально или вообще нелегально, все уже там выучили даже... Слово «дробление бизнеса». Да, «дробление бизнеса», даже кто ничего про это не знал, терминологию. Человек-владелец бизнеса умирает, а, например, шли какие-то проверки или разбирательства, или, возможно, вот уголовное дело. Это реально тоже всё может перейти по наследству? Это может перейти как по наследству наследника умершего, например, выгодоприобретателя от дробления бизнеса, как юридически его называть. Но это может также коснуться всех вот этих вот ИПшников, на которых было всё оформлено. Потому что налоговый орган при проверке будет, если нету одного, один пропал, есть взаимозависимые лица, на которых был вывод сделан активов. И они точно так же несут ответственность. То есть можно оказаться в ситуации, когда ты участвуешь в таких схемах дробления, ты вроде бы как сотрудник, просто на тебя вот ИП оформил. Но, а потом вот этому главному начислили кучу налогов, и ты, с тебя, с ИП будут взыскивать, потому что ты зависимое лицо. На тебя была оформлена часть активов. И всё, и твои дети вдруг почему-то должны будут отвечать за долги твоего работодателя. Финансовый, юридический минимум какой-то у любого человека, который ведёт бизнес, должен быть. Если оформлять ИП, то надо понимать, что за этим идёт, как ты ведёшь свою деятельность. Самое время напомнить, что вот у нас всегда с такими экспертами, как Светлана, есть супербонус, розыгрыш личной консультации. Но если у вас есть какой-то вопрос, запрос, вот мы три выпуска записали, обращайтесь к предыдущим выпускам. Если вдруг какая-то из тем вас задела, и вам кажется это актуальным для себя, вы можете сразу писать вопрос и приписку «хочу консультацию», либо просто «хочу консультацию» от Светланы Корабель, пишите. И среди всех присланных комментариев с такой пометкой или только содержащих эту фразу, ровно через неделю мы эту консультацию онлайн или живую, в зависимости от вашего места жительства, разыграем. Это будет прекрасное начало вот такой пролонгированной заботы о себе и о своих близких. Не спросила тебя ещё про обычные потребительские кредиты, потому что мы про ипотеку поговорили, её предлагают банки страховать, и вроде бы все уже с этим смирились. А вот потребительский кредит, и он тоже может быть достаточно большой. Вот человек умер. Это точно так же обязательства переходят на наследников? Да, да, переходят на наследственную массу, и наследники, если они приняли наследство, то в пределах стоимости перешедшего имущества они несут ответственность. Чаще всего, если эта сумма критичная, но небольшая, то чаще всего в наследство попадает доля в квартире. И ты не можешь её не принять, потому что ты в этой квартире живёшь, ты владеешь второй частью этой доли. Ну, например, супруги. У них квартира пополам, один ушёл, у него есть потребительские кредиты. Переживший супруг невозможно не принять эту квартиру, но тогда, получается, вот в пределах стоимости этой доли будет платиться этот кредит уже наследниками. Но наследники не отвечают по сумме больше. То есть, остальное, конечно, уже кредиторы не вправе требовать этих сумм от наследников. Здесь никак нельзя подстраховаться. Страхуют потребительский кредит? Страхуют. Но здесь всё зависит от суммы. Иногда страховка за потребительский кредит очень сильно увеличивает процент, она невыгодна, да. Но, опять же, всё зависит от суммы и насколько критично. Надо всегда оценивать свою индивидуальную ситуацию. Грубо говоря, во что вашему близкому человеку, который станет наследником, обойдётся выплата вашего кредита, по которому вы изначально несли обязательства. Слушай, ну вот мы во всех выпусках с тобой говорим про какие-то психологические аспекты. Профессионального психологического образования у тебя нет, хватит юридического. Ты много обучаешься, я за твоими социальными сетями слежу. Где ты, помимо жизненного опыта, черпаешь ещё психологические знания, сопрягая эти две сферы? Может быть, книги, может быть, фильмы, может быть, какие-то обучения, семинары? Потому что в этом не только твоя личная, но и профессиональная потребность – понимать природу человеческих взаимоотношений. Да, конечно, у меня это потребности личные, профессиональные. Я много где учусь, на долгих курсах психологических, даже годовой курс прошла. То есть я не получаю просто высшее образование, мне не нужен диплом, но я постоянно обучаюсь у разных практиков. Я несколько лет сама была в терапии, я много лет работала с коучем для того, чтобы тоже мне научиться задавать вопросы. И вот наследственное планирование, оно же очень сильно связано с планированием бизнеса, то есть не такой подход. Это стратегичный очень вопрос. Да, поэтому, например, опыт работы с коучем мой личный по поводу развития своего бизнеса для меня точно так же стал навыком, который я могу в консультировании применять. Потом это, конечно, участие в бизнес-сообществах, конференциях. То есть я очень много общественной деятельностью занимаюсь, очень много работаю с общими в отрасли проблемами. То есть в общественной организации мы собираемся, например, бизнес в одной сфере говорит, вот у нас такая-то проблематика. И мы начинаем искать какие-то выходы. Плюс я практикую медитации, ну не каждый год. Хотелось бы каждый год ездить на полную випассану, 10 дней молчания и 12 часов медитации в день. И ты как бы восстанавливаешься, такой навык приобретаешь. Не отвлекаться на яркие стимулы, а вот к вопросу, как слышать себя. Тебе с какого раза удалось 12 часов задней медитировать? Это хотя бы с перерывом? Самое долгое это 3 часа медитация, а потом перерывчик. Но моё вот беспокойное сознание сейчас мечется, там степки до стенки, походу, бьётся в ужасе. Я знаю, что я в мыслями шалку буду погружаться и улетать, конечно, мыслями. Вот расскажи немножко про эту технологию, потому что тебе это обязательно нужно для профессии. Умение, во-первых, и над ситуацией находиться, не погружаться в человеческие драмы, трагедии. Ну да, надо сопереживать, но не переживая. Да, но не переживая, не принимая на себя, опять же, не перенося личные симпатии, антипатии. Очень тонкая сфера. Мне медитации, конечно, очень в этом помогают. Упражнения дыхательные в йоге, можно сказать, тоже в медитации, если она там больше 15 минут длится. Конечно, випассана шикарный вариант, когда у тебя нет выбора. Вот три часа в зал посадили, вот вы три часа сидите, конечно, там и встанешь, и подвигаешься. Тут тебе затекло, тут заболело, и мысли-мешалка в голове тоже есть. Но всё равно у тебя бывают периоды по полчаса, по 15 минут, целиком ты погружаешься. Ну да, то есть создан контекст, чтобы ты в нём находился. В домашних условиях, при моём темпе жизни, конечно, раз-два раза в неделю у меня по часу получается медитировать, но это в итоге я рада, если это получается. Роскошь. Хэштег – это всё-таки, конечно, каждодневные 15-20 минут. Но если это уже становится практикой, в самолёте во время полёта у тебя, пожалуйста, всё, глаза закрыл, к дыханию прислушался, ты уже не делаешь из этого события. Ты стала проще отключаться от личных ситуаций твоих клиентов с годами? Волнение, переживания, близко к сердцу принимаешь всё равно и сейчас. То есть какая-то несправедливость, особенно если где-то происходит, это немножко начинает возмущать. Я даже иногда бывает, когда вижу какую-то такую несправедливость, я понимаю, что для того, чтобы её восстановить или изменить, исправить, надо прям такой долгий юридический путь. Ошибка какая-то, неизвестный путь до меня. И это может оказаться очень дорого даже просто для клиента. Я даже иногда беру пробоно такие дела, но мне надо, чтобы восстановить эту справедливость. Чтобы совсем не подключаться, ты теряешь эффективность, если ты начинаешь переживать за клиента. Это такой очень важный момент. У меня даже клиенты, которые первый раз ко мне приходят, им иногда, может быть, в первые консультации, в первые минуты, им кажется, они начинают, как там всё было, я говорю, не имею отношения, давайте вот, чтобы так было, давайте я буду задавать вопросы. И я понимаю, что у них в глазах, типа, ну, вы слушаете нас. Я говорю, вам нужно от меня сопереживание, либо результат работы. Результат. Тогда я говорю, вам не нужно меня на свою сторону перевести, я уже на вашей стороне. Поэтому давайте будем по существу то, что может повлиять на результат. Потом они уже, когда проработают какое-то время со мной, конечно, этот вопрос снимается. Это прекрасно, потому что часто юридическую сферу называют циничные. Людей в ней работающих ассоциируют с циниками. Есть, понятно, сериалы культовые про юристов, где, знаешь, все объекты, все субъекты, все какие-то там лица, а не люди, и не личности, и не судьбы живых людей. Но для профессионального отношения мы вынуждены к ситуациям относиться абстрагированно. Тогда мы можем видеть проблему, можем быть над ситуацией и достичь, например, какого-то положительного результата для клиента. Да, и вот упомянула юридический термин про бону. Это нужно пояснить, это когда ты работаешь без вознаграждения. Ради справедливости. Ради справедливости бывает иногда ради того, чтобы что-то потом получилось, человек что-то получит, например, потом с тобой поделится. Но в основном это бесплатно ради практики. Чего-то добиться того, что вот не очевидно. Само за себя это говорит. Как важно бережно относиться к себе, заботиться о себе с разных сторон. И о физической форме, и о ментальном здоровье. Я очень рада тому, что мы живем в такое время, когда к психологам обращаться стало незазорным. Это становится нормой. Собственно, это и есть норма. Постоянные зрители, которые следят за мной в социальных сетях и на ютюбе, знают, что я тоже прибегаю к помощи специалистов, когда мне это необходимо. И вы все совершенно верно предполагаете, что самая большая сложность – это сделать первый шаг. Рекомендую вам сервис психологического консультирования «Грань РФ». Это надежный, проверенный способ, чтобы не наткнуться на неквалифицированных специалистов. Увы, с ростом популярности психологии эта профессия становится востребованной. И, к сожалению, не специалистов в ней тоже очень много. На платформе «Грань РФ» работают специалисты, внимание, только с высшим психологическим образованием. А также те, кто прошли дополнительное обучение уже по конкретным методам терапии, на которые хотят специализироваться. Которые, выбирая для себя, и какой-то из методов подойдет именно вам. Психолог подбирается индивидуально под ваш запрос. Для этого вам нужно будет всего лишь заполнить анкету. Второе преимущество, помимо высокой квалификации всех специалистов, это онлайн-формат консультирования. То есть психолог вам будет доступен в любое время и в любом месте, где бы вы ни находились. Сервис удобен в использовании. Вам не понадобятся дополнительные программы или приложения. Все сессии проходят по встроенной видеосвязи внутри самой платформы. Естественно, вы можете обратиться за помощью с любой проблемой. Пожалуйста, не считайте, что ваш случай не такой уж серьезный или недостоин внимания. Или, как это часто бывает, сам разберусь или само пройдет. Что бы ни было, может быть, вы хотите снять беспокойство, какую-то тревожность, разобраться с вашим призванием, выстроить личные границы, если чувствуете, что их нет. Может быть, справиться с выгоранием на работе. Кому-то нужно будет разрешить сложную ситуацию, конфликтную в личной жизни. Психолог нужен и поможет всегда. От нашего канала для вас большая 20% скидка на первую сессию с психологом по промокоду ВУМЕН. Вы видите его на экране. Всю подробную информацию ищите, пожалуйста, по ссылке в описании к этому видео. Или можете прямо сейчас отсканировать QR-код, который видите на экране. Конечно, берегите себя, будьте здоровы, пусть все будет хорошо. И если чувствуете необходимость, обращайтесь обязательно к специалистам. И наши вопросы от зрителей. Они все жизненные, очень житейские. Я думаю, что многие из вас могут тоже себя в этих ситуациях узнать. И повторюсь, что через неделю, ровно после публикации этого выпуска, мы среди всех комментариев с пометкой «Хочу консультацию от Светланы» такую консультацию разыграем. Вопрос от нашей зрительницы Творотюска Светлана. Три года назад состоялся развод. Муж ушел, я осталась в доме, который куплен в браке. Я единоречный собственник дома по документам. При разводе никаких оговорок про денеж имущество не было. У нас есть взрослый общий 34-летний сын. У мужа есть дочь, 14 лет. Он, как папа, не записан свидетельствия о рождении, но у нее его отчество. Оговор по причине развода не дочь. Он живет сейчас один. Вопрос, могут ли муж и его неофициальная дочь по прошествии времени претендовать на дом? Да, не про наследство. Здесь про общую собственность супругов. Неважно, на ком записан дом. Если в период брака приобретен, то доля 50 на 50. Соответственно, доля мужа в любой момент может пойти в суд, потребовать раздела. Если с ним что-то случится, он уйдет из жизни, то его наследниками будет супруга, которая есть на момент. Если он как живет один у нас в вопросе, тогда супруги нет. Но у него двое детей. Тот ребенок, который записан, сын 34-летний, он однозначно будет наследником. Дочь, которая не записана в документах, она может стать наследницей через установление отцовства в судебном порядке. Это не так уж и сложно сделать. Нет, это достаточно просто. Это доказывается свидетельскими показаниями, экспертизой медицинской, если нужно. Но достаточно даже свидетельских показаний, переводов, например, что его содержал ребенка. Это родственники, соседи, свидетели, вот общие фотографии, вот отчество, вот он на дне рождения дарит подарок. Но пока нет решения суда, либо свидетельства о рождении, где он записан как родитель, она не наследник. Обычно в таких случаях, ну, например, если она уже совершеннолетняя, она сама обращается к нотариусу, просит приостановить наследственное дело, обращается в суд. И до вынесения решения суда нотариус не выдает свидетельства. Пока не определен круг наследников и невозможно выделить кому какую долю. Тут даже была такая специальная фраза, погружена в вопрос, Светлана об этом задумывается. При разводе никаких оговорок, проделешь имущество не было. То есть люди развелись, полюбовно договорились, что жена остается в этом доме, каждый живет своей жизнью. Но ведь можно было зафиксировать, есть какой-то механизм зафиксировать, что, например, на ком дом записан, тому он и принадлежит, и там уже доли мужа нет. Это все возможно. Можно было это сделать до расторжения брака, брачный договор заключить, причем рекомендуется, даже если вы понимаете, что вы расходитесь, произвести раздел имущества именно брачным договором. Это дешевле, чем потом после развода идти в суд. Все, брачный договор этот вопрос решил, и тогда это все было бы в единоличной собственности. В единоличной собственности жены Светланы, и если потом ее не будет, вот все наследовал бы ее сын. Все наследовал бы ее сын единолично тоже. Мы рассмотрели, как это с точки зрения наследования, но если супруг, бывший супруг жив, ничто не мешает сейчас с ним заключить соглашение о разделе имущества, если он на это готов. Да, отлично. Ну, то есть, видимо, расход был достаточно полюбовный, раз она осталась в доме, никаких претензий нет, вопрос возник. Пожалуйста, решайте, человек жив, здоров, дай бог, все будут дома жить. Оформляйте это юридически. Мы с вами разобрали ситуацию, очень прикладная. Спасибо большое за вопрос, Света, спасибо за комментарий. Вопрос от нашей зрительницы Екатерины. После смерти отца квартира перешла в наследство дочери, матери и внебрачному несовершеннолетнему сыну. Мать, она же бабушка для дочери и сына, написала завещание своей доли на внучку. Как внучка может продать две трети доли в квартире при минимальном или полном отсутствии контакта с несовершеннолетним братом? Какие, в принципе, варианты действия существуют в таких случаях? Суперактуальный вопрос, когда наследники по праву, они просто даже, может быть, никогда не виделись, не общались. Ну, в первую очередь, начнем с того, что пока бабушка не умерла, внучка не владеет. То есть, вот одной третий, которая на бабушке. По вопросу мы видим, что это завещание составлено, мы не знаем, умерла она или жива. Значит, если она жива, то внучке только одна треть. Ну, допустим, что внучке по завещанию досталось еще одна треть, у нее две трети. Она может выставить на торги, конечно, к продаже свои две трети, если кто-то готов купить вот эту долю. У несовершеннолетнего, у другого собственника, у которого одна треть, есть преимущественное право выкупа. Эта сделка будет нотариальная, нотариус будет проверять, что вы уведомили, по какой цене хотите продать. Реализовал ли он свое преимущественное право, но его опекуны или нет. И, пожалуйста, то есть, вроде вы как бы можете с ним не общаясь, ничего не согласовывая продать. Но на практике мало кто хочет купить две трети. Мало кто хочет купить две трети с бесконтактным человеком, тем более несовершеннолетним, совершенно неопределенное туманное будущее. Это сразу очень сильно уменьшает цену. Поэтому здесь либо договариваться с родителями несовершеннолетнего, на котором доля, получать согласие органа опеки и попечительства на эту сделку, продавать уже по рыночной стоимости. Потому что, конечно, продажа доли в квартире, она всегда на рынке дешевле. Если бы вы думали о наследственном планировании, может быть, это можно было бы избежать. Например, если бы отец оставил, может быть, какие-то денежные средства несовершеннолетнему ребенку, а всю квартиру, например, бы, чтобы не возникало долевой собственности между теми родственниками, которые не общаются. Тут у нас тоже вопрос про Живио от нашей зрительницы Натальи. Одна квартира в собственности, другая в собственности с обременением. Есть сын. Как оформить недвижимость, чтобы в случае смерти матери сын мог владеть квартирами в идеале без дополнительных затрат? Других наследников нет, мама не в браке. В отношении первой квартиры есть два варианта. Можно дарственную при жизни оформить, никаких расходов, небольшая госпошлина. А второй вариант написать завещание, конечно, да, все на сына. Там сын заплатит госпошлину 0,3%, не больше 100 тысяч. Тоже можно сказать, что с минимальными затратами. А в отношении второй квартиры, которая с обременением, ну, наверное, такая там ипотека, скорее всего, да, надо застраховать свою жизнь, чтобы страховка покрыла вот это обременение, и наследнику достались квартиры без обременений, в чистом виде. Отлично. И финальный вопрос на сегодня от нашей зрительницы Ирины. Как донести пожилым родителям, что необходимо оформить наследство? И в каких долях будет распределяться наследство, если ранее дочь оформила договор дарения доли на отца? Будет ли ее доля больше? Начну с конца. Нет, доля больше не будет. Если был договор дарения, все, это поступило в единоличную собственность отца. И если он не написал завещание, то все его имущество будет между всеми наследниками распределяться. Супруга, например, его, дети все его, там, видимо, братья и сестры вот у дарителя были. Поэтому если там нету конфликта разных браков, детей от разных браков, то есть у нас нету вот этого потенциального конфликта, то, в принципе, можно и без завещания. Если же есть представление о том, что будет конфликт, с родителями нужно разговаривать. Это сложно, иногда невозможно начать, но... Вы что, нашей смерти хотите или ждете? Да, 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 вот это прям вот такое возражение. Но надо приводить примеры, приводить аргументы, почему. Просто надо понимать, что это не с одного разговора произойдет. Ты закидываешь историю о том, что смотри, например, чего они могут опасаться. Что есть там, например, дети от другого брака. Родителям говоришь, вот смотрите, значит, если будет наследство, то мы будем с ними наследовать. Вроде как никакого отношения к ним, вот у нас нету общения. Давай сразу напиши завещание, вот что-то нам, что-то туда, чтобы мы просто не поссорились. Сначала это будет воспринято однозначно негативно. Через какое-то время, через месяц, через два, может быть, через год. Вот эти вот разговоры, они вдруг станут поводом для того, чтобы пойти к нотариусу и сделать завещание. Причем родитель пожилой, он может даже вам не скажет, что он это уже сделал. Он, может быть, просто вот слушает, слушает, возмущается, возмущается, потом пойдет и сделает. Но главное привести аргументы, почему вы это просите сделать. Знаешь, не является ли то, что мы с тобой вот делали в течение трех интервью, лучшим стимулом для того, чтобы самому быть финансово состоятельным, реализованным, мочь обеспечить свое благополучие. Потому что вот если не было корректно прописано, завещание не существовало, есть разные браки, разные дети, какие-то конфликты, может быть, уже при жизни существовали. Ведь если это не единственное, на что ты рассчитываешь. Да, ты можешь отказаться в пользу вот тех наследников и выйти из этой ситуации. А еще, знаешь, наследственное планирование, с учетом того, что у нас первое поколение. Если ты не родился в богатой семье, да, может быть, ты станешь родоначальником этой богатой семьи. На самом деле, конечно, нужно быть самому финансово грамотным, самому финансово обеспеченным и не ждать того, что тебе что-то достанется. Очень часто негативные конфликты и взаимоотношения складываются между родственниками именно потому, что они этого ждут. И в этом гораздо больше фальши с точки зрения того, что говорить о наследстве, о завещании, значит, мы не можем, потому что, типа, это... А про себя тихо сидеть и ждать. А что мне достанется, да, это, ну, согласись, это такое двуличие уже. Абсолютно точно. Итак, тема сегодня суперактуальна, и вот эти вопросы абсолютно житейские. Они вот для каждой, кто нас смотрит, имеют значимость. Поэтому в описании к этому видео у нас есть чудесный подарок для всех, кто нас смотрит. Это никакой не розыгрыш. Просто нужно зайти и скачать памятка по наследованию. Светлана Корабель с командой ее подготовили. Это краткая инструкция, как бы с движимым, недвижимым имуществом, другими активами, а также, кто является наследником первой, второй и третьей очереди. Концентрированная, отобранная для вас информация, чтобы не пришлось рыскать по всему интернету. Поэтому забирайте эту же памятку. Мы продублируем в нашем телеграм-канале. QR-код на экране. Ссылка на него также будет в описании к этому видео. Ровно через неделю. Розыгрыш среди всех комментариев с припиской «Хочу консультацию от Светланы». Дорогая, я тебя благодарю. В глобальном смысле, конечно, за то, что ты делаешь. Это работа по примирению людей, по сближению людей, по сохранению бизнесов, красивых дел, по сохранению доброй памяти и ликвидации конфликтов. Еще и с таким сердечным, добрым подходом это дорогого стоит. Спасибо. Мне очень приятно. Желаю твоей компании процветания. Надеюсь, что не в последний раз. Тема актуальная. Законодательство меняется. Добавляются какие-то новые инструменты. Поэтому будем держать руку на пульсе. Чтобы следовать за Светланой, в описании к видео есть все контакты, как можно обратиться. Благодарю. Спасибо. И до встречи. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»